Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3». В студии Дмитрий Сурков. Смотрите сегодня, 22 мая, в нашем выпуске. Мастер-классы, экскурсии, подвижные игры. Жители Сергьевского района приели участие в ежегодной акции «Ночь в музее». Память вне времени. Выставка, посвященная участнику войны Никитину Петру Михайловичу, открылась в Сергьевском архиве. Читать книги снова модно. В Сергьевске состоялось открытие книжного магазина «Метида». Проснулись, забили, победили. Наша главная футбольная команда во втором тайме сломила сопротивление очередного оппонента. Итак, рекордное количество жителей нашего муниципалитета посетило в минувшую пятницу Сергьевский историко-краеведческий музей. Там состоялась ежегодная акция «Ночь в музее». Не оставили без внимания мероприятие и самарские гости – сотрудники музея Алабина. С самого раннего вечера здание Сергьевского историко-краеведческого музея было заполнено. Мероприятие началось около шести часов с официальной части, в которой приняли участие представители районной администрации. Вечер был открыт приветственным словом и церемонией награждения. Мероприятие посетило большое количество не только жителей Сергьевского района, но и соседних. Так вечер не остался без внимания мастеров и просто гостей Ставропольского, Челновершинского и других районов. Посетили Сергьевский музей с мастер-классом и сотрудники Самарского музея имени Алабина. Сергьевский историко-краеведческий музей – это тот музей, который я чаще всего привожу в пример в работе с остальными муниципальными музеями области. Связано это с многими факторами. Удачное расположение, удачный особняк, в котором располагается экспозиция музея – это одно из составляющих. Другой из составляющих – это, конечно же, экспозиция, которая за последние несколько лет очень разительно изменилась, стала очень насыщенной, очень информативной, исторически и этнографически и правильной, выверенной. То есть это тот музей, о котором хочется рассказывать в других муниципальных образованиях. В программу мероприятия вошло проведение различных мастер-классов, интересных как детям, так и взрослым. Без дела не сидел никто. Кто-то мастерил из глины, гончарил, ткал. Другие любовались экспозициями. В любом случае, вечер оказался крайне интересным для гостей любого возраста. Сегодняшнее мероприятие замечательное, мне понравилось. Я не ожидала, что это так будет красиво. Столько экспонатов. Это вообще чудесно. Очень чудесно. Здесь очень интересно. И даже есть вещи старой Руси. И мне здесь очень нравится. Мне понравилось на дереве рисовать. Это очень интересно. И мне кажется, когда домой такую вещь принесешь, повесишь на стену, будешь вспоминать. И очень интересно будет рассказывать об этом, как ты это делала. Ночь в музее в этом году немного отличалась от предыдущих. Для некоторых эта ночь стала дебютом, приоткрыла дорогу в искусство. Помимо мастер-классов, экскурсий и прочей культурной программы, здесь состоялись выставки начинающих художников. Жителям представилась возможность воочию увидеть новые лица, новых, пока еще неизвестных, но невероятно талантливых художников. Это члены семьи Чичулиных и Евгений Кучков. Какие могут быть переживания? Боявших ли чем-нибудь не получится, я начинаю волноваться. Ну а в дальнейшем ты будешь как-то в выставках участвовать? Думаю, что да. Как-то вроде стеснялись немножко выставиться. У нас приятное то, что всем нравится, не ожидаю, что такое впечатление у людей будет. Ну здесь выставлены мои масляные работы и старшей дочери масляные работы в основном. А вышивки жена у меня и младшая дочь. Работа вышивками, лентами, бисером – это их работа. С каждым годом акция привлекает к себе все большее количество участников, среди которых основная аудитория – молодежь. На этот раз мероприятие закончилось около 12 часов ночи и практически каждый остался здесь до самого конца. Без поддержки администрации нашего района и без поддержки собрания представителей Министерства района Сергия и наших спонсоров, и наших жителей района, конечно, такого замечательного праздника у нас сегодня бы не получилось. Ночь в музее – международная акция, приуроченная к Международному дню музеев. Во время ее проведения все посетители имеют возможность осмотреть музейные экспонаты в ночное время. Впервые она была проведена в 1997 году в Берлине. Основная цель акции – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3». Он прошел всю войну и уже по окончании принял участие в параде победы на Красной площади. Никитин Петр Михайлович. Выставка документов, посвященных ветерану, состоялась на минувшей неделе в стенах Сергьевского архива. Участие в мероприятии приняли представители районной администрации, Совета ветеранов, а также родственники героя. Архив призван не только бережно хранить зафиксированную во времени информацию, но и уметь распорядиться ею, как в интересах общества в целом, так и отдельного человека. Архивная служба в Сергеевском районе существует с 1935 года. Основными ее задачами в первые годы были выявление и учет организаций, существовавших в муниципалитете. А в 60-е годы были взяты на учет и сельские советы, колхозы, ремонтно-техническая станция и другие районные учреждения. Самые старые документы, которые хранятся в нашем архиве, это документы 1925 года Меликесского уезда Чистовской волости. А на 1 января этого 2017 года в данном отделе хранится всего 173 фонда. К слову, увеличивается количество фондов личного происхождения, таких как архивы Трубакова Виктора Ивановича, Шипицына Анатолия Валентиновича, участницы Великой Отечественной войны Богатовой Таисии Афанасьевны, почетного гражданина Сергеевского района Йогина Павла Ивановича. Теперь архив пополнился еще и документами, переданными в дар родственниками Никитина Петра Михайловича, участника Великой Отечественной войны и того самого Парада Победы в Москве в 1945 году. Мы собирались каждый год, по особенности по праздникам 9 мая, огромной семьей. И мы очень любили, когда он доставал из своего шкафа свой нарядный пиджак, увешанный весь орденами и медалями. Мы очень были горды тогда за него. Дедушка рассказывал нам истории, и иногда даже истории были со слезами на глазах. И мы тогда вместе с ним уже переживали и осознавали всю тяжесть и горечь того военного времени, как тяжело переживали солдаты в то время. И, конечно, самая яркая история, которая нам запала в душу, это когда дедушка рассказывал под битву под Сандомиром на реке Висла. Он тогда был водителем и одновременно был по совмещению с заряжающим орудием. Они вывозили пушки и артиллерийские расчеты. Когда они порсировали реку Вислу, они попали под огнеметный обстрел немцев. Потери, по словам дедушки, были очень большие. И в связи с чем поступил приказ отступать. И дедушка, конечно, несмотря на все, он вывез свою пушку. И когда обнаружив, что одна пушка осталась, он говорил, что было очень страшно. Но, несмотря на все, он, конечно, вернулся. Когда он рассказывал, у нас даже были мурашки по телу. Просто было очень страшно. Он говорит, что немцы были так близко, что можно было увидеть их лица. И все-таки он у нас выбросал самостоятельно, в одиночку. Он выбросал из этого поступающего Гитлером кольца. И рассказывал, что было очень тяжело. Но он все-таки даже сумел выстрелить из этой пушки пару раз. Он прицепил это орудие к своей машине. Конечно, была не единичная история, которую нам дедушка рассказывал. Тот, кто по-настоящему заботится об интересах общества, тот заботится о сохранении документов. И инициатором создания фонда Петра Никитина стал такой вот неравнодушный человек. Внештатный корреспондент местной газеты, пишущий о ветеранах. На параде участвовали кто? Достойные, которые, ну, смелые, ну, понятно, да, я еще хочу сказать, значит, именно такие люди, как он. Понимаете? Вот так вот это и получилось. А то, что вот судьба меня с ним свела, это спасибо. Спасибо еще редакции. Они мне дали тогда газеты «Сергиевская трибуна». Это была первая статья о ветеране войны. Мы согласуем вот эти вот моменты, у нас какие вот ветераны остались в районе, это люди известные, это исторические, ну, храбрые, ну, в общем, патриоты нашего района. Совсем не зря сегодня такой великий вес обретает память, в том числе и живущая в документах. Ведь говорят, что если война забудется, придет, обязательно придет новое, не меньшее горе. А живых свидетелей Великой Отечественной войны сегодня становится все меньше. На сегодняшний день в районе 51 человек ветеран Великой Отечественной войны. Из них 33 человека, это непосредственно те, кто воевал на фронтах. Несколько человек, кто были инвалидами во время войны, но они приравнены к ветеранам. Три узницы концентрационных лагерей и одна блокадница Ленинграда. То есть, если взять, например, 4-5 лет тому назад, то количество их было, конечно, в 2, почти в 3 раза больше. 51 человек. И практически уходят, и уходят из жизни, но ведь им уже далеко за 90 лет. Вы прекрасно понимаете. В районе у нас 19 человек детей, которые остались сиротами во время войны. Это круглые сироты. Хотя те, кто был рожден во время войны и остался без отца и без матери, они тоже считаются. Но это круглые сироты. И около 700 у нас сейчас осталось, 700 тружеников тыла. То есть, армия людей, которая непосредственно связана с Великой Отечественной войной, уменьшается, уменьшается. Поэтому, конечно, это очень хорошее, доброе дело. Мы много говорим о патриотическом воспитании. Очень много. А мне кажется, что вот это сегодня, это конкретное дело, когда люди могут пойти, прийти, посидеть, поработать, и у них останется в памяти. Особенно, конечно, в памяти ваших родственников. Сегодня данный фонд ветерана Великой Отечественной войны Петра Михайловича Никитина уже в доступе для работы с ним, для знакомства с подлинной историей жизни достойного человека и нашей Родины. Его может запросить для изучения любой гражданин, ищущий документальную правду о войне, свидетельство об истинных подвигах земляков. Пример для подражания жизни. Екатерина Фарисея Ермакова, Дмитрий Сыруков, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». 10 мая на территории Самарской области стартовал второй этап областной общественной акции «Где родился, там и пригодился». В прошлом месяце были подведены итоги муниципального этапа областной акции. По итогам голосования за участников от Сергиевского района было отдано около 3000 голосов. Причем самое большое количество голосов получила Екатерина Фарисея Ермакова, корреспондент телекомпании «Радуга-3». Тем самым она получила путевку во второй этап. Проголосовать за нашу землячку по-прежнему можно на официальном сайте акции «Где родился, там и пригодился» в разделе «Голосование» «Север». Важный момент. Голоса, полученные всеми участниками на первом муниципальном этапе, а также аккаунты голосовавших, обнулены. Это означает, что для голосования нужно снова пройти процесс регистрации на сайте. Для голосования с помощью своих страничек в социальных сетях нужно просто авторизироваться, как и в ходе первого этапа. Огромнейший выбор литературы, сопутствующие товары, школьная форма, игрушки и многое-многое другое. В Сельгевске у книголюбов появился свой уголок. Красочно с играми и конкурсами. В здании ресурсного центра на прошлой неделе состоялось открытие книжного магазина «Метида». Книги всегда были актуальными в нашей стране, ведь не так давно Россия, а точнее СССР, считалась самой читающей страной в мире. С тех пор многое изменилось, и прогресс не стоит на месте. Однако электронные книги все же не смогли вытеснить бумажные книги с полок магазинов. 21-й по счету филиал магазина «Метида» открылся в Самарской области, а точнее в Сергеевском районе. Уже книга торговой компании «Метида» перешагнула тот рубеж 20 магазинов, которые имеются не только в Самарской области и плодотворно работают, но и за ее пределами. Поэтому в селе Сергеевске мы открываем свой 21-й филиал. Открытие напоминало большой детский праздник, в основе которого интересный сюжет популярного фильма о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Мы предложим вам вместе за минуту собрать разрезанный герб. Как думаете, кого? Гриффиндора, конечно. Держите. Викторины, конкурсы, презенты на десерт, мастер-класс лабораторных опытов. Тем временем настоящие книгоманы уже присматривались к книжному ассортименту. Многие отмечали, что выбор большой, и теперь ездить в Самару за новинками нет необходимости. Спасибо большое магазину, что все-таки они нашли возможность здесь открыть свой филиал. Я очень надеюсь, я знаю по своим знакомым и друзьям, многим хочется действительно купить хорошие книжки, интересные какие-то новинки, и не всегда есть возможность достать. Очень району нужен был очень книжный магазин. Грамотное расположение стеллажей, удобная группировка книг по жанрам и авторам. Здесь вас ждет не только огромный выбор книг от нашумевших новинок до научно-публицистической литературы, но и антистрессовые раскраски, товары для рукоделия и творчества, пазлы и конструкторы, канцелярские принадлежности, сувениры, открытки, школьная форма и многое-многое другое. Кроме того, Метидо предлагает свои эксклюзивные проекты. Это дневник Школьник Самарской области, который представлен у нас здесь. Он посвящен спортивной тематике. Предыдущий выпуск был посвящен краеведческой тематике. Продолжение выпусков герб Самарской области, карты Самарской области и герб. Также классные журналы для начальной школы, для старших классов. Еще такая вот раскраска антистресса. Ну и, конечно, Метидо будет радовать своих покупателей акциями, подарками к праздникам, подарками к постоянным посетителям. Читателей нужно удерживать и поддерживать их интерес. Ждем всех желающих, педагогов, учителей, родителей. Надежда Щипакина, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3». Дождливые выходные подошли к концу. Над нами снова ясное небо, а температура вот-вот пойдет вверх. По крайней мере, так говорят синоптики. Однако это произойдет не сегодня. В понедельник всего лишь плюс 13 днем и вечером, а ночью на вторник и вовсе до плюс 4 градусов тепла. Это связано не только с осадками, но и с тем, что ветер сейчас с северного и северо-западного направления. В среду он сменится на западный, а в четверг на южный, что тут же отразится на температуре. В четверг нас ожидает плюс 20. Тем не менее, жары на этой неделе, по прогнозам синоптиков, не предвидится. В субботу снова возможен дождь. Естественно, данный прогноз предварительный и все еще может до выходных поменяться. Матчи третьего тура Перенства Самарской области по футболу среди команд муниципальных районов состоялись в минувшую субботу. Подопечный Джамиля Миначева футбольный клуб «Сергевск» на Суходольском стадионе «Центральный» принимал очередного своего оппонента «Нефтяник» из «Нефтегорска». Несмотря на то, что соперник всего лишь новичок турнира, игра простой для «Сергевцев» не была. Оба соперника по-разному стартовали в турнире. Гости, они вышли на игру в форме оранжевого цвета, за две предыдущие недели не смогли разжиться очками, потерпев два поражения. Серьевцы, они пристали в этот день в белых футболках. Сначала дома переиграли к ней черкасская торпеда, а затем в гостях поделили очки с прошлогодним чемпионом «Восходом» из Большой Черниговки. Неудивительно, что именно наша команда выглядела явным фаворитом в предстоящей встрече. Доказывать свое превосходство футболистам необходимо было на естественном газоне стадиона «Центральный». Любимое поле, а также поддержка родных болельщиков должна была помочь хозяевам в достижении победной цели. Со стартовым свистком «Сергевцы» пошли большими силами вперед. Однако многочисленные позиционные атаки завершались в основном стандартными положениями, так как игроки «Нефтяника» часто нарушали правила и при первой возможности выбивали мяч за лицевую линию. Штрафные угловые не представляли такой угрозы для голкипера «Нефтяника», как нам бы этого хотелось. Приезжая команда за стартовые 45 минут несколько раз переходила на чужую половину поля и однажды всерьез угрожала владением Александра Николаева, но безрезультатно. Можно сказать, что первый тайм прошел больше на тихой волне. Такое положение дел, естественно, было выгодно «Нефтянику». У «Сергевска» в этот день в стартовом составе не вышел Марат Таразанов. Главный форвард вступил в игру сразу после перерыва, добавив напористости действиям хозяев. На 55-й минуте нападающему удался великолепный удар издали, который для обороны и вратаря приезжей команды стал неразрешимой проблемой. 1-0. Поведя в счете, «Сергевцы» раскрепостились и стали вылюдать в нападении более чем уверенно. Через 7 минут по левому флангу на открытом пространстве оказался Сергей Махов и точным ударом в дальний угол удвоил преимущество хозяев. Что примечательно, молодой полузащитник стал первым игроком футбольного клуба «Сергевск» в нынешнем сезоне, кто поразил ворота помимо Марата Таразанова. До этого все забитые мячи принадлежали исключительно 20-му номеру, который, кстати, за несколько минут до финального свистка снова подтвердил свой высокий класс. Обыграв оппонента на правом фланге, Марат пробил с острого угла и мяч от штанги в третий раз за вечер оказался в сетке. В концовке матча гости вспомнили, что умеют атаковать, но размочить счет не смогли. «Сергевск» выиграл 3-0, одержав вторую победу в сезоне. Теперь нашу команду ожидает самое серьезное испытание весны. В следующие выходные в Суходол приезжает безоговорочный лидер турнира – Ника из Большой Глушицы. Игра состоится 27 мая. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На сегодня все. Далее прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. В студии был Дмитрий Сурков. До свидания. Спонсоры прогноза погоды – компания микрозаймов «Фастфинанс». Торговый дом «Любимый». Официальный сервис «Урал-Лада». «Фастфинанс» помогает деньгами. Займы до 15 тысяч за 5 минут. Пенсионерам скидки. Ждем вас. Поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. Работа на участке, ремонт или отдых просто немыслимый, без многих мелочей. Торговый дом «Любимый» вам в помощи в этом вопросе. У нас найдется все. Унитазы и раковины, смесители и мебель для ванны, электроинструменты самых популярных марок в мире, а также саморезы, крепеж импортного и отечественного производства. Огромнейший выбор бра, люстр, светильников, комплектующих к ним. В широком ассортименте товары для сада, огорода, дачи. Кроме того, у нас вы можете приобрести двери входные и межкомнатные, на любой вкус, любых размеров, различная цветовая гамма, широкий модельный ряд, оптимальное соотношение цены и качества. Торговый дом «Любимый» село Серьгиевск, улица Ленина, напротив школы номер один, индивидуальный подход, предпочтениям и вкусу каждого покупателя. Здравствуйте. Хотел бы диагностику автомобиля у вас сделать. Конечно. 299 рублей. Это первоапрельская шутка? Это весенняя правда. С 1 апреля по 31 мая комплексная диагностика автомобиля за 299 рублей. Скидка на запасные части и аксессуары 20%. Официальный сервис «Лада». Мы знаем, как поменять зиму на лето. Подробности и перечень дилеров, участвующих в акции на lada.ru. Во вторник 23 мая на территории Серьгиевского района ожидается пасмурная погода без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Ветер северо-западный 6 метров в секунду.